Девчонки, всем привет! Сегодня у нас будет видео, посвященное уходу за собой в зимний период. Зима это то время, которое имеет две стороны медали. С одной стороны, это постоянная сухость, обветренность губы, лицо, волосы сохнут, тело стянутое. Я вообще амбассадор сухости в зимний период. Вот серьезно. Потому что если и летом у меня кожа склонна к сухости, то зима это просто какой-то праздник шелушений на моей коже. Но сейчас я уже вывожу для себя формулы, с помощью которых спасаюсь от этого. Потому что у зимы есть и вторая сторона медали. Это, конечно же, огромный спектр процедур, с помощью которых можно зимой просто как конфетку сделать свою кожу. Именно зимой можно избавиться от постакне, пигментации, неровного тона лица, морщина, молодица. Хорошенечко. Ну и в принципе привести свою кожу в порядок, убрать высыпание. Потому что летом кислоты, вот это все запрещено, потому что можно получить ожоги. А зимой можно сделать из себя красивую, значит, снежную королеву с фарфоровым личиком. Поэтому сегодня я расскажу вам именно о том, что нужно делать зимой для того, чтобы преобразить свою кожу. Давайте начинать! Первым делом, конечно же, на моей косметической полочке поселились крема для рук. Если в обычный период я вообще их не использую, то зимой у меня в каждой сумке по баночке крема. И если вдруг я забываю какой-то крем взять с собой, все. У меня начинается паника. Я думаю, ну, опять все обсохнуло. И в спасение мне сейчас пришли питательные перчаточки. Знаете, такие перчатки с увлажняющим составом. Надеваю их на руки на полчаса. Наконец-то есть возможность посидеть без телефона, потому что сенсор не работает в этих перчатках. Я сижу полчаса, смотрю какой-то детектив. Обожаю детективы. Или просто вот читаю там даже что-нибудь иногда. И, в общем, через полчаса снимаю. А ручки напитанные я делаю перед сном. На утро просто руки реально как в шелковых перчатках. Посоветуйте мне какие-то классные фирмы, потому что сейчас у меня как раз закончились перчатки от Magic Stripes. Ну, прекрасная вещь. Вторая баночка, которую я спасаю зимой, это питательная маска для губ от Lanesh. Я вам уже показывала много раз, но... Именно в осенне-зимний период она со мной круглый день. Значит, на ночь наношу как ночную маску, днем наношу как бальзам для губ. Вы знаете, что все продукты, которые я вам показываю, я покупаю в своем интернет-магазине косметики. И в этом плане я, конечно, счастливчик, потому что я могу попробовать много разных продуктов. И вам прям рассказать про звездочки, про самые лучшие топовые продукты, которые точно вам пригодятся. Вот эта маска, во-первых, она бесконечная. Я вот мажу, мажу. Это вот с марта месяца, чтобы вы понимали. Еще даже верхушка не растаяла. Наверное, хватает года на полтора одной такой упаковки. И я просто ношу везде с собой в сумке. Достала, быстренько нанесла. Губы защищенные от обветривания. И на ночь наношу для того, чтобы убрать шелушение. Вот, правда, классный продукт. Я им очень довольна. Я, знаете, когда покупала, думала, буду менять вкус. И сейчас я такая мятный шоколад. Потом я буду ягодой. После этого стану грейпфрутом. Но она бесконечная. Я не знаю, наверное, до ягодной я дойду там к 2023 году. Поэтому руки, губы защищаю активно. Начинаю мазать свое тело постоянно кремами. Вы знаете, я занимаюсь танцами. И какое-то время назад у нас закончилась тренировка. И обычно все девчонки быстренько бегут в раздевалку. Переоделись, переоделись. И, фить, домой. Или по делам по своим. А тут я задержалась. Решила принять душ. И, в общем, смотрю, еще какая-то девчонка задержалась. И тоже принимает душ. Ну, я стою в очереди. И она выходит. Во-первых, такой был шикарный запах. Потому что она взяла с собой гель для душа. Свой любимый увлажняющий. Потом, смотрю, она достает крем для тела. Вы представляете? И начинает на себя наносить этот крем. Прямо увлажняющий по всему телу. И я стою такая. Думаю, боже, это же какой уровень любви к себе. Вообще, представляете? Остаться после тренировки. Когда уже все разбежались. И тоже, наверное, хочется домой. Но она не едет домой. Вот так вот, да? После танцев. Она привела себя в порядок. Она приняла душ. Она вкусно пахнет. Нанесла на тело увлажняющий крем. И только потом она поехала. Я такая подумала. Надо намотать на ус. Плюс пришла домой. Открыла все свои продукты по увлажнению тела. Думаю, я теперь тоже буду так делать. И действительно, с тех пор я начала наносить крем для тела. Ну, конечно, уже было поздно. Потому что уже было холодно. Сухость меня уже одолела. Но действительно, от того, что я стала регулярно пользоваться кремом для тела, я вижу большие изменения в состоянии своей кожи тела. Она стала упругая. Действительно, появляется такой тургор, подтянутость. И сейчас я день за днем буду наносить то масло, то крем. И думаю, что где-то через недельку приду к вам и расскажу, какое состояние тела у меня сейчас. И когда оно уже восполнится, вот этот гидробаланс у меня в коже, будет ли на меня влиять отопительный сезон. Потому что я уверена, что нет. Я делала в своем инстаграме опрос. Я спрашивала девчонки, там, расскажите, у кого из вас есть сухость кожи в зимний период, а у кого нету. И очень многие проголосовали, конечно, что они сохнут. А были 20%. Ты сказал, нет, у меня все супер, у меня нет сухой кожи в осенне-зимний период. И я уверена, что это те девчонки, которые пользуются кремом для тела круглый год, постоянно. Потому что у них очень хорошо восполнен гидробаланс в коже. У них нету вот этой потери влаги. И просто отопительный сезон на них так не влияет, как на нас. Потому что, честно говоря, я ленилась наносить крем для тела. А то у меня был такой период рвения. Я все на себя мазала на тело. У меня были шикарные результаты. Потом я что-то опустила руки. Думаю, ах, потом, знаете как. И оно так все пошло вниз. Сейчас буду возвращать привычку. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы кремом для тела. Если да, то какой ваш любимый. Вы выбираете либо по текстуре, либо по запаху. Буду очень рада увидеть вас в комментариях. И узнать для себя какие-то новые продукты, которые я смогу попробовать. Ну и давайте перейдем к процедурам. Которые можно и нужно делать в зимний период. Для того, чтобы превратить себя в такую красавицу. И преобразить свою кожу. Ну, первое. Конечно, включаем свой уход кислоты. Ретинол, молочная кислота, фруктовые кислоты. В общем, можно разгуляться. Потому что, почему мы их не делаем летом? Да, вот, например. Летом светит солнце. И мы на эту кислоту просто получим ожог на коже. Можем повредить. А зима это благоприятный период. Когда наша кожа может посредством кислот обновляться. И тем самым не травмироваться посредством воздействия солнечных лучей. Но, очень многие наносят пилинги кислотные, какие-то продукты с кислотами зимой. И не закрывают их SPF. Ммм, мои вышелунишки, так делать нельзя. Все равно у вас будут ожоги. Потому что солнышко светит, но мы его не видим. И оно не греет. Но, тем не менее, лучи-то проходят. Понимаете, излучение попадает на кожу. Поэтому, можете получить там пигментацию, покраснение. Это не нужно. Во избежание этого, во избежание этого, как правильно? Я даже не буду монтировать, просто напишите, как правильно. Чтобы избежать этой ситуации, пожалуйста, если вы наносите на день пилинг, закрывайте его кремом с SPF. Если вы не хотите отдельно мазаться SPF, просто всегда покупайте ваш базовый ежедневный крем с SPF-фактором. Это очень удобно. Вам не надо один иметь крем, второй, третий. Все будет в одном. Я вот сейчас так делаю, и действительно, это классный вариант. Наконец-то, приучить себя в домашний уход вести SPF-защиту. Потому что на наших СНГ-широтах это вообще не популярно. Но Европа, Америка, все пользуются SPF круглый год. Никто не загорает на пляжах так, как мы. Вот я была сейчас когда на море. Все только хэштег наши лежат. Значит, масла с первого дня пошли загар-загар, никакого SPF-крема. Очень важно защищать кожу, потому что это мощный триггер к старению, к морщинам, пигментации. Когда-то я тоже активно загорала. Я вам рассказывала, до момента я прям в солярий ходила. Пока у меня не стала появляться пигментация. У меня настолько разрушилась вот эта вот формула в моей коже, что я просто выхожу и вижу, что у меня вот здесь такое пятно пигментации, которое у меня не было никогда. И потом, когда я стала ходить на загар, даже чуть-чуть, у меня она начинала проступать. И это хорошо, что она проступила на декольте, а не на лице, потому что декольте я всегда скрываю, а лицо я всегда открываю. Поэтому, в общем, с загаром нужно быть осторожным и в ключе работы с пилингами всегда использовать SPF-крем. Но я такая хитрюша, не люблю дневные пилинги, использую ночные. Очень люблю вот этот ночной пилинг Peptide 4 от Elyemis. Я его называю вау-эффект. Когда я его впервые попробовала, подошла на утро к зеркалу, он же ночной, я посмотрела и прямо так и сказала, вау! Меня сложно чем-то удивить, потому что я все время пробую какую-то косметику, тестирую, чтобы ввести новые продукты в магазин. Вот этот пилинг меня очень удивил. Видите, у меня тут уже совсем чуть-чуть, на пару раз осталось. Я точно буду докупать себе новый. В чем суть пилингов? Пилинг способен обновить нашу кожу. Мы наносим состав с кислотами, допустим, в случае вот этого продукта на ночь. И в ночное время он обновляет кожу, он выравнивает цвет лица, соответственно, он шлифует вашу пигментацию, он шлифует следы от высыпаний, потому что он обновляет кожу. Он разглаживает морщины, у вас получается такая подтянутая сразу кожа, дермальные заломчики разглаживаются по чуть-чуть, и, соответственно, останавливается старение на коже, потому что у вас не происходит новых дермальных заломов, ваша кожа постоянно обновляется, и он как бы помогает вашей коже быть дольше молодой. Следующий пункт, это, конечно же, то, что он делает кожу такой вот сияющей, глянцевой, подтянутой, появляется тургор, то есть кожа буквально натягивается посредством пилингов. Ну, конечно, не так, как будто бы там за уши затянули, но, тем не менее, это видимый постепенный эффект. Мне очень нравится то, что ежедневные пилинги, вот такие, которые мы делаем курсом, по сути, вот эта баночка, это курс домашних поверхностных пилингов. Они мягкие, они не вызывают покраснения, раздражения, они не вызывают такой вот эффект, когда вы делаете кислотный пилинг у косметолога, и выходите с красным лицом. Это мягкий, не абразивный продукт, который постепенно обновляет вашу кожу, но реально результат вы видите день за днем. Вот у меня, когда появляется высыпание, я всегда использую вот этот пилинг, в том числе, потому что он помогает и убрать воспалительные элементы, и предотвратить появление новых, и они быстрее сходят, вот эти вот следы, выравнивается цвет лица. Посредством того, что вы делаете пилинги, вы можете их делать дома, с помощью вот таких волшебных баночек, можете их делать у косметолога, зима это прекрасный период, сделать курс пилингов у косметолога. Если у вас есть рубцы от высыпаний, или у вас такая серьезная, видимая пигментация, это тот сезон, когда вам нужно работать над кожей, потому что вы можете сделать себе три формата процедур. Первое, для глубоких рубцов, ну, понятно, домашние пилинги такого прямо эффекта сделать не смогут, потому что вам нужно поднять рубец, разгладить его, и также там работа с растяжками, да. Это делается посредством лазера, у вас идет шлифовка, у вас кожа становится красной, она очень долго восстанавливается, но, тем не менее, это единственный реальный вариант, когда вы сможете поднять свой рубец, разгладить кожу, обновить ее, и преобразить свое лицо. И вот именно зимой это лучшее время, потому что летом такие процедуры даже не проводятся. Для активного антивозрастного эффекта также есть лазерные шлифовки кожи, есть обжиги, это так моя мама называет, когда ты приходишь на такой серьезный пилинг абразивный, и после этого твоя кожа, она как бы облазит, и у тебя получается такое новое лицо. Но это тоже можно делать только в зимний период, можно сделать как курсом у косметолога, если это не абразивные пилинги, либо вот так вот адресно, в зависимости от вашего типа кожи и плотности. Поэтому, девчонки, в осенний-зимний период обязательно вводим в свой уход кислоты, допустим, включая пилинг падов, это такие диски, которые протирают кожу, пропитанную кислотным составом, шлифуют ее вот таких вот мягких сывороток, которые я вам показала, либо пилингов у косметолога. Но не забываем, что после этих процедур обязательно нужно защищать свою кожу кремом с SPF. Как-то я осенью встретилась со своей подружкой, она была после пилинга, и ей, конечно же, сказали на процедуре нанести SPF крем, она это не услышала, думает, ну зачем, солнца нет. Приходит и говорит, слушай, я не могу понять, ну что случилось, ну кожа такая красная, вот после пилинга прямо походила по улице и в пятнах. Я у нее спрашиваю, ты наносила SPF? Она говорит, нет, мне говорили, но я не нанесла. Поэтому помогаем нашей коже обновиться, восстановиться правильно, защищаем и заботимся о ней. Поэтому зимой подводим итог. У нас есть три основные пути по уходу за собой. Первое, это активное увлажнение кожи, восстановление гидрорезервов. Это базовая потребность кожи любого типа вне сезона, но зимой мы за ней следим особенно активно. Обладатели жирной кожи должны обязательно это делать, потому что, если вы не будете увлажнять свою кожу в зимний период, у вас могут спровоцироваться высыпания, потому что кожное сало будет выделяться еще больше. Не забывайте восстанавливать гидрорезервы. Второй путь, это, конечно же, очищение. Очищение кожи под средством пилингов, чисток лица, ну в общем, работы с ретинолом, кислотами. Обязательно в зимний период у нас есть возможность обновить свою кожу. И третий путь, это, конечно же, питание кожи для сухой кожи, для кожи склонной к шелушению, дискомфорту. Обязательно питайте свою кожу, для того, чтобы защитить ее, не вызывать сухость и дискомфорта. В следующем своем видео я обязательно вам покажу любимые продукты по уходу за кожей в осенне-зимний период, которые помогают мне спасти свою кожу лица, тела и волосы от сухости в зимний период. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезным. Подписка, лайк, колокольчик. Всегда жду вас в комментариях. И до встречи в новом видео.